да значит еще раз здрасте значит сегодня у нас такая смешная тема смешная она потому что как это неудивительно ну вроде бы программные продукты во всем хороши но именно тема их интернационализации точнее даже я забыл как правильное слово называется в общем чай найду конспект конспект лекции да что ж такое пятнадцатого что ли года а это вот это вот вот значит именно тема интернализация интернационализации оказывается довольно странным ну с разной степени качества поддержана различными программными продуктами вот и вообще перевод программных продуктов это то над чем любят очень смеяться вот вечная значит особенно если речь идет о свободном продукте который перевод который обеспечивает сообщество вечно ситуация такая что вы открываете какое-нибудь сложное приложение в нем большая часть меню переведена а меньше нет вот потому что переводы отъехали а переводчик еще не успели их ну понятно да 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 переводить и надо ждать уже какого-то специального релиза в котором все эти периода будут закончены вот да как ни странно у нас с тех пор когда андрей черепанов это он одно время был куратором перевода всего когда и третьего вот прочел лекцию где-то в 2000 каком-то затертом типа седьмом году вот нет все таки двенадцатого нет седьмом все правильно в 2007 году прочел лекции на факультете с тех пор в общем изменилось не очень много в этом деле вот значит сейчас я подумаю с чего начать да значит в этом деле изменилось не очень много в том числе и в качестве перевода и в качестве в принципе адаптации программных продуктов на другие как это культурные языковые предпочтения и в общем бывает так что программа хорошая но не переведенный например вот ну ну ладно значит прежде чем начать смотреть какие примерчики мы сейчас посмотрим про них конечно немножко бла-бла да значит немножко разговора о том почему интернационализация или уж не знаю как это называется адаптация культурно-языковых предпочтений это не только перевод смотрите если представить себе некий программный продукт во всем его так сказать ну как продукт вот который грубо говоря выходит на рынок там за другой страны с другими за в общем на соседний рынок что может понадобиться адаптировать к новым пользователям в этом самом программном продукте ну во первых естественно перевести все сообщения которые пользователю выводится чтобы он их мог 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 их читать на родном здравствуйте на родном языке вот здравствуйте проходите вот значит ну не только например довольно частая штука это адаптация интерфейсных элементов вот тех самых интерфейсных элементов тех самых виджетов о которых мы говорили все это время потому что очень часто бывает что в силу некоторых особенностей самого виджет сета у виджетов фиксированный размер вот типичный представитель фиксированных размеров виджет это джав вот кто когда пытался переводить интерфейс джава на русский язык помните вот эту вот борьбу кнопочку перевели там ну сообразно процент проценту как известно русские названия они примерно на треть больше чем английские и у вас раз кнопочку название кнопочки не влезает в кнопочку потому что внезапно размеры этой кнопочки определяются где-то там в дизайнере интерфейсов и не зависит от того какой реально размер надписи на ней вот или допустим интерфейсный элемент не приспособлен к языкам у которых направление чтения right to left да справа налево вот или еще что-нибудь такое то есть вот это все все эти оформления надо переделывать или каким-то образом модифицировать чтобы ваша программа заработала в другой культурно-языковой среде вот самое интересное что перевода требует также и изображения вот потому что очень часто бывает что у вас есть какая-то кнопочка на которой написан текстик или какой-нибудь скриншотик на котором написан на котором видны значит название кнопочек все это тоже нужно править причем скриншотики видимо надо делать с уже готового программного продукта уже переведенного такая вот рекурсия значит и например какие-нибудь дорожные знаки вот тоже очень частая картина когда используется атрибутика не характерная для страны ват я уж не помню что там в качестве такого типичного примера нет не вспомню ну в общем дорожные знаки тоже если внезапно разработчик решил использовать дизайнер или кто-то решил использовать дорожные знаки в качестве понятного такого понятной иконографики то их бы тоже не дурно привести к тому состоянию в котором к тому набору который используется в данной стране вот и вообще культурная атрибуция это такая интересная штука там ну не знаю например в некоторых странах вот такой жест означает не то что вы думаете ват а скажем так как если бы вы подняли другой палец соответственно все вот эти вот все вот эти логотипчики тоже требуют пересмотров с сообразным культурным различием вот но это еще не все громче плохо слышно обидно значит но это еще не все например у нас есть такая штука как шорткат управляющие клавиши и тут тоже целое море смотрите у вас на английской клавише написано right и w у вас подчеркнуто потому что вы нажимаете control w и все работает что подчеркивать на русской клавише и что нажимать да на ней написано там не знаю записать control z нажимать или чего в общем тут вообще говорят даже есть два подхода да человек который выучил все эти шорткаты он наверное не будет называть control z русская будет нажимать control w даже если там написано записать что-нибудь в этом духе или сохранить вот то есть тут надо надо как-то тоже принимать решение и тоже модифицировать программный продукт я вот о чем но и это еще не все не все потому что в череду культурных различий в полица в плита вплетает в плита вплетает в такая штука как как локаль локаль это совокупное такое множество форматов представления данных чувствительных к региону и языку вот вот линуксовая команда локаль вам выведет так двенадцать штук ну вот lc all это такая шапочная вы можете поменять lc all там поменяются все настройки а length это просто язык все остальное lc это настройки локали всевозможные ну например c-type это character type нюмерик это представление чисел мало кто знает а может быть уже знают те кто наступал на эти грабли что сообразно русской локали десятичным разделителем является запятая а не точка и если это правило соблюдать то очень многие не чувствительные к локали программные продукты внезапно перестают работать вот то есть на моей памяти все переболели этим кто вообще собирался переводить свои программы с дефолтного языка на какой-нибудь например русский сначала microsoft office работал очень странно потому что если вы помните в какой-нибудь csv файле по умолчанию запятая является разделителем полей а если туда еще записывать числа у которых запятая является разделителем дробной целой части то получится каша поэтому они специально выработали такой новый вариант csv файлов в котором разделителем полей является точка с запятой вот потом значит вся эта катавасия добралась до лепсии классического ну гнулипсии внезапно программы которые генерировали пасскрипт стали генерировать пасскрипт в которых пасскрипт в которых внутри чисел стоял десятичная запятая вместо точки значит все приходилось патчить в общем все этим переболели имейте в виду что ваш программный продукт тоже вполне возможно или тот тулкит которым вы пользуетесь тоже вполне возможно к этому чувствительному и надо обязательно смотреть а в каком формате вы выдаете данные пользователю б в каком формате работают какие-то ваши компоненты не исключено что у них может быть какая-то несостыковка вот как в случае пасскрипт вот формат времени формат даты ну вот смотрите вот у нас вот так выглядит дата в локале ruroot f8 а вот так вот ну скажем выглядит дата в дефолтной локале тут как видите хотя бы последовательность одинаковая только перевод месяцев и дней недели другой вот а вот например забыл забыл ну неважно из того что здесь вижу на самом деле вот только две вещи реально с которым вы реально столкнетесь вот прямо сразу это как раз lc time и lc numeric вот ну вот значит все остальные более-менее хотя 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 там телефон может быть по-разному представляться формат бумаги все что угодно с этим списком мы еще встретимся просто запомним что при полноценном переводе продаванного программного продукта на другой язык именно при переводе да там про все остальное про эти культурные различия уже не говорю можно нужно иметь в виду значит то как у вас меняется локаль как меняется представление и не перестанет работать программа после этого вот да не вижу строчек без кавычки только вот это а потому что это лэнг команда локали она совокупная она ходит во первых к локали как таковой а еще она ходит к языку сообщений это просто два разных библиотечных ну как бы компонента вот это связано с локалию собственно как таковой да а это то какой у нас язык установлен ну просто форматы выдачи разные не вижу не вижу других причин ну кстати сказать раз что мы опять вернулись к этой картинке давайте я скажу что означают вот эти буквки просто чтобы это не выглядело волшебным заклинанием значит вот в этой паре одно из них код страны другой код языка мне кажется первый это код страны а второй это код языка сейчас посмотрим да наоборот первый код языка второй код страны я ошибся да значит вот yen уэс это как раз типичная типичная современная английская локаль вот я вместо нее использовал c но мог написать вот так что там у тф-8 тоже 9 ага 8 ну разницы как видите нет вот значит итак первое это код языка второй это код страны и третье это кодировка помимо этого там может быть еще дополнительные всякие варианты например подмножество символов которые используются для разговора на этом языке в этой кодировке в этой стране да в некоторых языках могут там в диалектах допустим не знаю французского могут использоваться какие-то буквы в бельгийском а там во французском не используется или еще что-нибудь в конце концов в конце концов ну да да вот а почему такое разделение понятно потому что в разных странах могут быть приняты одни и те же языки но могут быть могут различаться ну допустим те же форматы денег например ну вот в Англии и в Америке в общем язык вроде бы английский только в одном в одном случае он американский а в другом случае британский вот кстати сказать тоже ну вполне нормальная ситуация что там допустим английский американский американский смотри британский американский и австралийский английский очень сильно отличаются вот я помню где-то на рубеже двухтысячных когда вышло Windows 2000 была большая буча британцы требовали перевести Windows интерфейс Windows на английский язык ну потому что то что им предлагали казалось таким плохо понимаемым такие дела да значит вернемся к нашим разговорам что еще требуется переводить адаптировать да и я еще не закончил требуется адаптировать ссылки на внешние ресурсы если это продукт у которого есть поддержка онлайн документация сейчас же немало кто пишет много 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 документации прямо тут в составе продукта есть комьюнити есть какие-то значит какие-то сайтики вот было бы неплохо чтобы ссылка на сайтик ввела на сайтик соответствующего языка допустим вот в некоторых случаях понадобятся различные шрифты обычно обычно если у вас юникодный шрифт то все хорошо слава богу вот что изменилось с 2007 года это то что все повсеместно перешли на юникодный локальный на УТФ-8 и появилось множество приличных свободных шрифтов которые можно использовать там буквально я знаю как минимум пяток семейства точно и гугл делает и тот самый ну короче есть вот но в сложных случаях когда у вас какие-нибудь многоязыковые архаичные языки еще что-нибудь возможно для того чтобы полноценно работать с другой локалью понадобится шрифт вот на самом деле есть еще документация на самом деле есть еще какие-то файлики которые используются вашим продуктом ну шаблоны документов например да примеры какие-нибудь все это тоже вполне возможно стоит переводить вот ну и всякие документации коробочки это понятно вот какой объем работ на самом деле стоит перед человеком перед перед группой которая собирается перевести свою программу скажем с английского на русский вот мы этим всем заниматься не будем потому что долго значит ну совсем коротко совсем коротко еще немножко бла-бла потом перейдем к делу значит как можно себе вообще представить перевод вот вы написали программу какую-то наверное вы пользовались для начала английским языком значит не дай бог для начала русским там начнутся небольшие но проблемы значит так что не дай бог я зря сказал допустим мы все-таки пользуемся для начала английским да дальнейшие ваши действия у вас вот кнопочки называются по-английски вот самая первая самая первая мысль которая приходит в голову просто взять и вместо вместо строчки которые в названии кнопочки идут устроить какую-нибудь константу дескать кнопка номер 9 вот а константы эти сложить специальные языковые файлы вот я такие программы я видел людей которые пишут программу так у них значит на всех ресурсах вместо значащих сообщений такие вот define ну программа была написана на C++ вот эти define сложены в специальный include файл и в зависимости от того собираете ли вы русский бинарник или английский бинарник у вас подключаются разные include и кнопочки внезапно по-разному называются этим кстати сказать эти ребята это была какая-то игрушка с самописным движком что важно этим кстати сказать эти ребята обошли ситуацию когда у вас размер виджета внезапно не позволяет вписать туда там русское название вместо английского у них вот эти define на размер виджета тоже были забиты в соответствующий файл в общем так никто не делает конечно это только какие-то ребята вот которые делают самописный движок могут на это пойти вот тем не менее еще сравнительно недавно тот же firefox в компании mozilla это была унаследованная идея от значит разработчиков еще нитскейпа использовал очень похожий механизм когда в сообщениях надписях и во всем остальном вместо сообщений надписи в коде программы были такие идентификаторы а рядом находилась база этих идентификаторов которые собственно из которой они брались эту базу можно было подменить поставить русскую английскую там немецкую ну какую угодно вот это было связано с тем что нитскейп делал изначально много языковой продукт у них прям целая банда переводчиков трудилась эта банда переводчиков порождала вот эти самые такие корпусы переводов на разные языки и потом значит программисты просто значит не глядя уже на то что должно быть написано на кнопочке просто говорили вот это у кнопочки название такое вот еще по-моему какие-то программы продукты так делали но это конечно тоже сложно в чем недостаток в чем недостаток схемы когда у вас вместо надписи на кнопочке или вместо сообщение в тексте в тексте в тексте программы стоит какой-то идентификатор ну во первых программа становится существенно менее читаемая потому что вы не знаете что за сообщение собственно выводится на сгэмбарде алерт написано в этом идентификаторе а на самом деле там вот такое полотно и это полотно в общем описывает что происходит вторая проблема стоит в следующем предположим у вас поехал перевод то есть у вас значит надпись на этой кнопочке английская исходная чуть-чуть поменялось ну не знаю там изменилась логика программы раньше была она стала раньше работала с одним файлом стала работать с многими файлами и на кнопочке теперь написано сохранить все файлы или сохранить проект вместо сохранить файл неважно как этот момент определить вот у вас есть корпус переводов да в одном из них что-то поменялось почему как как понять что в других что-то поменялось нужно вводить какое-то версионирование вот этих надписей ну и в общем довольно сложный когда сложную кухню варить вот есть способ проще мы тем самым переходим к переходим к что у нас тут я надеюсь что бум что у нас за бранч а понятно что сейчас это все лишнее вот тут сейчас приедут все ваши домашние задания за пятую лекцию вот а вот вот наш сегодняшний пример тут уже правда готовый пример сейчас мы его откатим назад и поделаем поделаем вот поделаем вот отсюда откатим вот сюда сейчас не так check out что ж такое минус b ну скажем tmp это временный бранч который мы который мы даже пушить не будем вот да вот у нас пример в котором вы можете узнать слегка модифицированные пример из документации по tk inter а можно даже вот так сказать я думаю мне дадут вот это в плохом стиле пример когда нету ни объектов ничего погонная программа вот я ее слегка модифицировал чуть-чуть для того чтобы она выглядела поприличнее и еще вставил туда картинку вот вот эту картинку значит если мы ее запустим то вот будет такая такой переводчик футов в метры тут появился какой-то логотипчик вот здесь мы зададим сколько там футов бм калькулеет и показывает сколько метров вот эту фигню мы попробуем сегодня перевести в качестве примера вот вот значит что нам для этого понадобится исходя из того что было сейчас сказано неудобным неудобным считается ситуация когда мы берем и подменяем вот эти строки на какие-то идентификаторы потому что строка может быть любого размера а идентификатор он нужен для программиста и на него есть ограничения поэтому в большинстве современных инструментов интернационализации в частности в тем которым мы будем пользоваться в геттексте в нем идентификатором сообщения является английский ну или так исходный вариант сообщения то есть в вашей программе вот эта строка это и есть идентификатор того что вы собираетесь переводить грубо говоря не переведенная строчка выковыривает не грубо говоря а совершенно справедливо говоря не переведенные все не переведенные строчки выковыриваются из текста складываются в отдельное место и дальше для них указывается перевод наверное существуют языки программирования я сейчас не скажу какие для которых такой внезапный перевод абсолютно прозрачен то есть у нас вот есть какая-то строка мы где-то мухлюем сверху вне этого файла с понятием строки как таковой и внезапно вместо строки будет вставляться ее перевод если таковой имеется но в большинстве языков программирования в том числе в питоне это конечно не так то есть нам нужно все вхождения строк которые есть заменить на их как это правильно сказать на вызов функции давайте переведем эту строку то есть вот у меня есть строчка ну не знаю там fit to meters мы должны тут перевести написать что-то типа translate и дальше fit to meters еще где-то сказать на какой язык перевести а традиционной фишкой для ну вот что-то типа такого да вот вот при этом функция translate будет ходить к локали и она узнает на какой язык переводить сейчас я это покажу на питоне вот традиционной фишкой является ситуация когда вместо слова translate используется символ подчеркивания вот вот если вы видите текст программы которые содержат вот такого рода конструкции знаете что скорее всего это перевод это это сейчас я скажу как это называется сейчас не здесь универсализированная программа а потом еще и обернутый вызов локализированных библиотек то есть такая программа может работать сейчас я покажу как даже в случае если у нас никакого перевода вообще нет просто мы берем и заменяем все строчки на вот такую вот обертку тут кстати поможет внезапно поможет полисе по оформлению исходного кода который как это не смешно выглядит придерживались люди автор вот этого примера обратите внимание что все сообщения здесь написаны в двойных кавычках а вот название события которое переводить не надо внезапно в апострофах если бы эти люди еще использовали функции писали бы к ним эти самые писали бы к ним докстринги вот здесь вот здесь нет докстринга к функции непорядок то поскольку согласно полисе на оформлении докстринга они в тройных кавычках должны быть всегда даже если это одна строка то вот если придерживаться этой дисциплине мы можем довольно легко вычленить из исходного текста исключить настройки которые требуют перевода внезапно написать что-нибудь такое сейчас я делаю поиск заменой для редактора вим вы можете делать поиск заменой для вашего любимого редактора вот что там у нас только еще вторая кавычка на вот такое да как-то так ну вот вот этой командой мы взяли и заменили заменили я правильно сказал нет я одну с лишнюю скобочку сделал да давайте еще разок это бланду вот так вот теперь правильно ну кстати давайте проверим давайте проверим для этой цели мы сюда воткнем что-нибудь такое дев вот такую ерунду вот выглядит ужасно ну да хорошо давайте сделаем вот так так понятнее вот чтобы увидеть что оно работает вот мы что сделали мы унифицировали или так глобализировали наш код таким образом что все сообщения которые следует переводить обернуты в вызов функции подчеркивания который в данном случае ничего не делает нами же написано вон она сверху вот это шаг первый ну давайте даже давайте даже закоммитим да вот значит теперь теперь нам нужно перейти собственно к переводу с переводом ситуация такая из всех вариантов я выбрал естественный и главное непосредственно входящий в дистрибутив питона который называется гиттекст вот с гиттекстом есть несколько очень полезных фишек и несколько проблем вот в частности ну неважно короче это один из вариантов скажем так он лежал ближе всего значит для того чтобы переводить с помощью гиттекста надо написать что-то типа import get текст вот и сделать небольшую не очень черную магию которая вместо нас определит вот эту функцию перевода вот сейчас скажу install а вот дальше не помню давайте попробуем документацию посмотреть как я уже говорил это стандартный модуль для питона вот это более хитрая штука это тоже более хитрая штука обычный install нужен вот 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 значит вот мы говорим get text install здесь мы описываем так называемый домен почему он называется домен и не просто имя файла читайте в документации идея состоит в том что вы описываете ну грубо говоря от чего это перевод не так от чего это интернационализация а какой тип интернационализации перевод преобразование даты и еще что то уже этим занимается get text поэтому мы пишем ну не знаю как мы это назовем назовем вот мне кажется что после этого только это не требует перевода согласно нашим правилам мы это пишем вот так где текст ну молодец ничего не произошло то есть мы тем самым мы тем самым обмазали наш код переводом который не существует вот тем не менее обратите внимание что функция подчеркивания определилась в результате вот этой штуки, в результате вызова вот этой функции install. Сама функция install попыталась найти перевод и не нашла его. И это будет означать тот факт, что она его не нашла, что эти сообщения останутся непереведенными. Что, собственно, и хотелось. Давайте мы это зафиксируем. Нет, не дай мне, а пока... Как это правильно назвать? Вот. Translation. Попал. Теперь относительно гид-текста. Значит, первое, что мы должны сделать, это выковырять из нашего исходного текста сообщеньки, ну, те самые строки, которые мы только что обернули в подчеркивание. Теперь очень легко, без проблем, можно взять и понять, что именно требует перевода. Помните, я говорил, гид-текст, равно как и некоторые другие системы перевода, устроен таким образом, что это просто таблица того, какая строчка в какую переводится. Вот. Это можно сделать либо... Ух ты, не стоит пакет. Сейчас поставим. Ты вообще вспомнил его пароль. Ну, давайте так. Попал. Ну, вот. Гид-текст, тулс. Че там надо? А, диском, диском. Диск жует. Ну, пускай жует. Ладно, пока он его жует, я продолжу. Вот. Значит, либо воспользоваться одной из утилит, которые входят в гид-текст, тулс, у которых там много, вот. Либо, если у вас ситуация такая, что их нету, и как-то добывать их неохота, и у вас вообще не Linux, какая-нибудь винда, не дай бог, то написаны, в общем, неплохие аналоги на питоне. Правда, не всего, что умеет пакет, что умеет вот этот вот комплект гид-текст, но две основные утилиты, это порождение файла с переводами и обновление файла с переводами на питоне есть. Сейчас скажу. Называется это... Сейчас посмотрю в подсказку. Посмотрю в подсказку. Не здесь, а вот здесь. А, вот еще что. Про локаль сначала. Значит, смотрите. Как ваша программа узнает, на какой язык надо перевести, гид-текст в частности, узнает, на какой язык надо перевести, к какой локали, вернее, надо адаптировать все? Да очень просто. Для этого существует в питоне модуль локали, который вы даже трогать не будете, его сам гид-текст, естественно, проимпортирует. По-моему, вот так надо сказать ему. О! А вот оно. Значит, код языка, код страны и кодировка. Вот. Соответственно, когда вы запускаете программу и запускаете гид-текст, гид-текст ходит вот сюда, видит текущий язык, пытается проинсталлировать соответствующий перевод, если он есть. А если его нету, значит, пользоваться непереведенными сообщениями. Вот. Это было отступление относительно того... Не удержусь. Я всегда эту историю рассказываю. Расскажу и сейчас. Когда мы делали перевод дистрибутива Linux на татарский язык, потому что был такой эпизод в компании от Linux, когда мы работали над правительством республики Татарстан. Вот, собственно, по переводу. Наши татарские товарищи сказали, ну что, делайте нам новую локаль ТТТТ. Мы им говорим, знаете, ребят, это, ну, поскольку Татарстан это не страна, а только субъект федерации, нет такой, к такого кода страны ТТТ. Да, есть, надо делать не ТТТТ, а там, что там, РУТТ. Значит, страна Россия, язык татарский. Они говорят, как-то нету. Есть, делайте ТТТТ. Вот. И, в общем, мы там немножко припирались. Мы говорим, нету. Они говорят, есть. В конце концов, мы все сделали. Я не знаю, вышел ли этот дистрибутив с локалью ТТТТ. Действительно, страна ТТТ есть. Это Тринида Татабаба. Но, в общем, чем кончилось, не помню. Помню, что этим дистрибутивом не смог пользоваться никто. Потому что люди либо не знали татарского, либо не знали этих татарских терминов, которые тут же придумали эти переводчики, либо плохо разбирались в компьютерах. Ну, странная идея. Мы с вами тоже пользуемся очень многими английскими терминами. вместо русскоязычных, а уж татарские. Ну вот, значит, так возвращаемся к гид-тексту. Я забыл, что я хотел. А, да. Значит, первым делом нам надо выковырять из наших всех питонных файлов, но у меня он один, все строки, обернутые в подчеркивание. То есть, все строки, которые нуждаются в переводе. Это делается с помощью утилиты, с помощью утилиты get, собственно, просто, собственно, утилиты getText. Вот. Но если у вас ее нет, то можно воспользоваться, можно воспользоваться, по-моему, вот так вот. Тут где-то лежит. А, сейчас. Нет. А где у меня тут в картинке он? А, tools на большую букву T. Внезапно они переименовались на большую букву T, и я поэтому... Во! Tools и 18N. Кстати, знаете, почему и 18N? Придет текст. Ой! Что такое И18N? Кто знает, молчит. А кто не знает, пытается догадаться. Что? А, говорил, да? Интернационализейшн. 18 букв. Вот. Ну, в общем, чтобы не писать их все, пишут так. Вот. Там еще есть L10N, это локализейшн. И еще какой-то Айшн. Вот. Такие дела. Значит, вот я запускаю файл pgettext, это аналогично утилита gettext. Говорю ему, что у нас будет программа, которая называется app. Ой, только вот это надо стереть, извините, это я. И указываю домен, значит, минус D, это просто как бы, как будут называться файлы с переводами. Ну, назовем его app. Вот. Значит, в результате работы этой программы сформировался горшочек app.pod. в этом горшочке все строки, которые нуждаются в переводе в том самом формате, с которым мы с ними будем работать. Вот. Значит, обратите внимание, что тут вот выделено вот таким реверсным шрифтом, реверсным цветом, редактор Vim, естественно, это делает, который запустил, реверсным цветом выделил те места, которые нужно заполнить. Но сейчас у нас времени нет, их все заполнять. Вот. Это информация о процессе перевода, да, что мы переводим, кто автор исходного текста, кто, что за проект перевода, ну, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. А дальше идут все выковыренные из нашего текста сообщеньки с комментариями. Это, кстати, комментарии значащие. Если мы успеем, мы сегодня на него еще наткнемся. Вот. Здесь, значит, написано, в какой строчке, здесь написано, какая сообщенька, а здесь написан ее перевод. Если строка MSG стр пустая, значит, перевода просто нет. И, значит, перевод получится вот такой. Вот. этот горшочек, это так называемый шаблон. Если вы что-то меняете в исходном тексте, вы должны перезапустить вот эту самую GetText, чтобы сгенерировать новый шаблон. По этому шаблону вы будете потом обновлять перевод. Что может в шаблоне поменяться? В шаблоне могут уехать номера строк. В шаблоне могут появиться новые или удалиться старые сообщеньки. Кстати сказать, возможно, мы это не увидим, просто не успеем, но утилиты работы по файлами умеют уехавшие, исчезнувшие сообщеньки просто комментировать, но не удалять. Так, на всякий случай. А вдруг они снова появятся, а у вас перевод готовый. Вот. Ну, короче, каждый раз, когда вы меняете исходник, надо перегенерировать горшочек. Вот мы сгенерировали горшочек. Из этого горшочка надо сделать собственно перевод который ваша программа будет использоваться. Его можно сделать вручную, просто копированием под файла в файл с расширением ПО. Но мы воспользуемся утилитой из пакета GitText, потому что она нас спросит важные вещи, а еще потому что мы должны себе представлять, как вообще происходит вот это вот. А, нет, это в любом случае. Ну, не важно. Важно то, что мы воспользуемся утилитой. Прежде чем ей воспользоваться, расскажу, как в принципе выглядят переводы к чему-нибудь. У вас есть некий каталог, который объявляется каталогом с переводами. В случае Linux, он один общий для установленных, для программ, установленных в рамках операционной системы. Но если вы пишете какую-то приложеньку для себя, вы можете этот каталог естественно использовать свой. Вот. Вот в Linux это будет какой-нибудь user-shary locale. Вот. Дальше идет код языка, возможно, с кодом страны. Ну, потому что бывает там, вот видите, китайских у нас 4 штуки. Ну, и 5-ый по умолчанию, тот, который просто жи. Вот. Жи это китайский, как ни странно. Видимо, у них самоназвание какое-то такое. А цены этот чайно, это как раз язык. Ну, так вот, допустим, ру. Кстати, видите, тоже у нас есть ру-ру, то есть страна России язык русский, а еще есть ру. Сейчас, сейчас, наоборот, язык русский, язык, язык русский страна России, язык русский страна Украины, например. Нужен же перевод для Украины, но на русский язык, потому что там много говорят по-русски. По крайней мере, раньше так было, сейчас не знаю. Вот. Допустим, мы залезли в ру, что то же самое, и мы видим в каталоге, в каталоге ру, два подкаталога, кстати, ару-ру, там больше. Да нет, то же самое. Два подкаталога, то есть установленные в этой системе программы используют как минимум два вида локализации, а именно перевод сообщений и локализацию времени. Зайдем в перевод сообщений к lc-messages. Вот это домены, то есть какая-нибудь программа, ну не знаю, там, любая из них, ну какой-нибудь apt, да, вот, пользуются переводами, которые лежат вот в этом файле, переводами сообщений в данном случае. То есть, если мы говорим apt, а он нам говорит вот это на русском языке, то вот это на русском языке взято вот ровно отсюда. Правда, это бинарный файл, он выглядит примерно вот так вот, да, yes, вон, видите, но там внутри должны быть сообщеньки на русском где-то. А, вот они, просто он, по-моему, он их показывает в, ну, вот. Ну, соответственно, если мы скажем, программа apt будет ругаться на английском. Такие дела. Значит, для нашего приложения, которое мы сейчас будем переводить, мы не будем складывать это в системный каталог, системный каталог переводов. Вот, у нас есть два варианта. первый вариант ленивый, а именно положить переводы прямо сюда и при старте нашего get-текста просто сказать прямо ищи вот в текущем каталоге, соответствующий под каталог, там, ru lc messages. Вот. Другой вариант состоит в том, чтобы явно ему указать какой-то каталог, ну, например, текущий, в котором мы этот самый положим, да, вот, такой вариант годится только в том случае, если вы вашу приложенку запускаете прямо из текущего каталога, то есть никак ее не деплоите, не делаете из нее пакеты, не делаете из нее какой-то установщик, ничего, прямо отсюда запускаете. Вот такой вариант нужен, где здесь указан каталог, который вы, например, вычисляете, нужен случай, если вы все-таки как-то это деплоите, ваш приложенка лежит где-то, запускается откуда-то, а файл с данным берет тоже откуда. Ну, возьмем самый простой вариант. То есть нам нужно создать, нам нужно создать такой же подкаталог ru-lc-messages, вот, ну, минус p, естественно. И вот туда положить файл под названием app.чего-то там. Вот. Но это будет потом. Значит, теперь мы приступаем к переводу. Мы берем горшочек и говорим. Значит, еще раз, мы могли бы это сделать просто копированием, но копированием я не хочу, потому что, сейчас увидим почему. Сейчас скажу, что мы говорим, у меня в паргалке написано. Во, вот эту строчку. Значит, мы, нет, не эту. Ух ты! У меня шпаргалка устаревшая. Ну и ладно. Попробуем на память. MSG init. Вот. Это MSG init. Это взять горшочек и сформировать из него перевод на язык, который мы сейчас укажем. Там, значит, язык у нас будет называться, о, минус лоэль, лакэли, я, я, сэ, сэ, ян, ру, в смысле, ру, ру. Вот. И еще где-то домен должен быть указан. Или это не обязательно? А ну, можно сказать просто минус o, да, output файл. Вот. Итак, MSG init, MSG init, минус l, ру, ру, минус o, app, .po. Вот. По умолчанию он возьмет горшочек, который называется app.pot. Вот. Он говорит, слушайте, а вы там должны, ну, электронную почту, что ли, как переводчика оставить? Окей, сейчас оставим. Все. Вот у нас поуфайл сформирован. Его уже можно редактировать. У нас тут есть? Нету. А я хочу еще поставить к Виму плагинчик, который позволяет волшебным образом редактировать редактировать, вот он, волшебным образом редактировать полуфайлы Вимом. Вим очень мощный редактор, в частности. Ой. Сейчас мы его только подключим. Вот. Это что-то. Это нам поможет при редактировании кое-чего обновлять. Сейчас. Тут есть один грязный хак, который надо проделать. Сейчас я его проделаю, извините. Простите, пожалуйста. Сейчас я это сделаю. ФТ-полгим? Нет. Так. Неприятность. Сейчас я подумаю. Секунду. Чуть-чуть поторможу и вернусь. Там какой-то грязный хак нужно проделать, и я его... Ну, окей. Давайте я его проделаю руками. Давайте я его проделаю руками. Это, конечно, неприятно. Ну, ладно. Значит... Возможно, я не прав, он не нужен. Ну, бог мы с ним. Так. Пробуем. О, отлично. Смотрите, идея состоит в том, что при каждом записи... Ну, ладно. Короче, смотрите, чем отличается... А, давайте даже не так сделаем. Давайте просто div сделаем. Ой, слушайте, я неправильно сделал. Извините. Это у нас будет только раздражать. Он называется ru.po, конечно. Перевод должен быть русский. Вот. Прошу прощения. Ну, так вот. Вот. Наверное, vimdif удобнее. Вот в чем разница, да. Тут вот у нас... Вот эти вот шаблончики были выделены, а здесь они заполнены. Нет, некрасиво. Все-таки вот так вот. Так будет красивше. Вот. Так, так, так. Тут еще что-то с кодировкой не то. Да. Давайте-ка еще кодировочку поменяем. У меня такое ощущение, что вот потому что я вижу, здесь кодировка какая-нибудь... Кои-8 или что-нибудь такое. Может быть, так надо было сказать. О, о, тут вот теперь все хорошо. Значит, в прошлый раз была использована какая-то однобайтовая кодировка. Я думаю, что Кои-8, но это нехорошо. Вот. Разница, видите, как видите, стоит в том, что все эти места, которые нужно заполнить, заполнены чем-то автоматом. Ну, например, вот так вот. Вот. Почту я свою ввел. Вот она. И у нас есть поле RevisionDate, который каждый раз нужно обновлять, когда вы работаете с этим файлом. Вот. Итак, мы создали перевод. В этом переводе пока нет ничего. Значит, сейчас мы его отредактируем. Ru.po. Ну, что мы давай переведем? Вот клопчику калькулить давайте переведем, да? Вычислить. Это было не вычислить. Упс. Секунду. Что-то у меня с русскими буквами. О. Все, работает. Значит, где тут? Вот он, да? Значит, вычислить. Вычислить, это хорошо, конечно. Да, блин. Стоять и попытки собрал. Вот. Значит, пока мы больше ничего не трогаем. Мы перевели только название кнопочки. Этого вполне достаточно. Напоминаю, что пустые строчки означают просто непереведенные сообщения. Вот. Вот. И теперь нам нужно превратить этот PO-файл, то есть файл с переводами, в бинарный файл с переводами, который GitTex будет читать. Вот. Помните, я показывал такой файл? Там были какие-то бинарные, бинарные, бинарные сообщинки, в смысле данные, а потом еще куски сообщинка. Вот. Это делается путем запуска утилиты MSG FMT, по-моему. Опять-таки, она есть питоновская, она есть в составе вот этих инструментов, но мы воспользуемся питоновской. Ну, просто, чтобы… Вот, вот, называется она MSG FMT. Минус O, дальше вот это RU, LCMessages, и дальше она может называться app.mo, выходной файл имеет расширение MO, а здесь мы говорим RU.PO. Вот. Значит, файл этот сейчас сформировался, в нем что-то лежит даже. Давайте в него заглянем. Ну, понятно, русские буквы оттуда выбраны, но, короче, что-то лежит. Давайте проверим, заработало ли у нас хоть что-нибудь. Ой. Не заработало. Что я сделал не так? Давайте думать. Мммм. Ммм. Сейчас подумаем. Возможно, я неправильно указал. Да, возможно, надо было указать каталог, в котором все это лежит. Точно. Сейчас, минуточку. RU.L.C.Message. Да. Хорошо. Лучше так, да? Помните, я говорил, что вот эта вот форма, GitText Install, вот в этом варианте по умолчанию, она идет в стандартный каталог. Тот самый, usr, shari, local, вот туда. В смысле, usr, shari, local. Но это далеко, и я же не хочу быть суперпользователем. Поэтому в качестве каталогов, которые я сейчас устанавливаю, надо что-нибудь такое. Значит, давайте сделаем так. Так, import os, import sys, sys. Здесь говорим, что у нас что-то типа datapath. Ну, пускай это будет тот же каталог, в котором у нас лежит бинарник, пофигу. Пока что пускай будет так. sys.rgv нулевое. os.path. sys.rgv нулевое, помните, что такое? Имя программы. Значит, dername от имени программы, это где у нас лежит каталог, где лежит программа. Он же пускай будет и каталогом с данными, хотя это неправильно. В real life, если вы, скажем, делаете это для Linux, вам придется еще относительные пути там замешивать. Разумеется, это будет происходить только в том случае, если у вас ваше приложение поставится как-то вот отдельно. Если оно ставится в составе пакета просто в стандартное место, то то, что было написано с самого начала, вполне подойдет. Datapath. Да. У питона есть, но это вот то самое место, которое в данном случае определено операционной системой. То есть, это вопрос, как вы соберетесь питон. Но, скажем, если вы собираетесь по винду, то, скорее всего, где-то внутри дистрибутива питона будет валяться. Туда, куда он установился. В случае, если вы работаете под Linux, скорее всего, питон установлен как пакет и установлен он, ну, как бы, с системой, ну, понятно, с парами суперпользователя, и, соответственно, все переводы лежат там же. Нет такого места там условно-питонового. Более того, если вы запускаете свою программу, то ей тоже надо бы указать, где у нее лежат переводы. Поэтому, короче, это зависит не от питона, а от операционной системы, даже так, от той среды, в которой вы это запускаете. Так, я сильно надеюсь на то, что у меня получилось правильно. Давайте попробуем. Видно, да? Никого нет дома. Таким образом можно перевести много чего. В частности, все вот эти сообщения, которые здесь есть. Сколько у нас времени? Ух, у нас всего 15 минут осталось. Там есть одна сложная тема. Давайте тогда так. Значит, по этому пункту вопросы есть. Значит, еще раз. Вот у нас есть наш переводик. Вот он. В этом переводике мы заполняем все поля. Потом с помощью msg.fmt форматируем его в mo-файл. Этот mo-файл вкладем в правильное место. В данном случае правильным местом является текущий каталог. В случае Linux по умолчанию правильным местом является тот самый usr.shary.locale. Вы вправе в программе определить это правильное место. Когда вы говорите install, вы указываете путь, в котором будет под каталог язык. У нас есть еще две темы важные. Я надеюсь успеть каждую из них затронуть. Да. Значит, я специально в приложении сделал картинку. Видите, вот эту. Для того, чтобы показать, что в переводе нуждаются также и картинки. Как переводить картинки? Правильный ответ. Ну, нарисовать новую картинку и подложить ее вместо той. Обратите внимание, что имя картинки локализовано. Вы просто вставляете перевод. Вот. Времени нам не хватает. В исходном архиве я это сделаю. Тот, откуда я это склонировал на лекции. Сейчас не буду просто, чтобы время сократить. У нас еще есть две важные темы. Не стало ли темно? Давайте что-нибудь включим. Значит, таким образом, да, перевод картинок. Так, в данном случае просто рисуем новую картинку и переводим вот это вот, подкладываем перевод, который просто означает, что мы берем другую картинку в это место. Теперь, предположим, мы... Так, с чего начать? Времени-то совсем нету. Начну с сложного момента. Смотрите. Вот у нас есть такая штука. Здесь написано метры. Метры. Проблема состоит в том, что если мы сейчас это переведем... Что там будет? Метров. Да? Вот. 71 метров. 3 метров. Фигня какая-то. Эта фигня называется plural forms. Множественные формы. Множественные формы характерны тем, что в языке, в разных языках они по-разному устроены. Скажем, в английском есть всего две формы. Единственное число и множественное. В русском есть три формы. Единственное число, множественное число для небольшого количества предметов. И опять единственное число почему-то. Смотрите. Один метр, два метра, три метра, пять метров. А, нет. И множественное число для большого количества предметов. Один, два, три, четыре. Много. Для того, чтобы нормально переводить такие штуки, ваша система перевода должна понимать вот эти самые plural forms. Более того, вы должны как-то ей сказать, в моем языке их три, допустим. МСГ-енит, который мы тут вызывали. Вот этот вот МСГ-енит. Ой, нет, это не МСГ-енит. Это фигня какая-то. Вот этот МСГ-енит. Во. В числе прочего, нам, когда преобразовал горшочек в перевод, поскольку мы указали ему локаль РУРУТ-Ф8, он нам в... Вот сюда... Слушайте, а что тут лишнего нет? Ничего. АПП. Он нам вот сюда вот вписал еще и волшебную формулу. Сейчас я ее вам покажу. Вот она. Может... Ну ладно, нормально. Вот она. Волшебную формулу, в которой написано, как определяются множественные формы в русском языке. Пара замечаний относительно формата вот этого файла... формата файла ПО. Обратите внимание на то, что здесь как бы написаны две строки. Но на самом деле они склеятся в одну. Вот. Видите, бэкслэш М в конце. А здесь бэкслэш М в конце нету. Значит, вот эта строка на самом деле превратится в одну. Это сделано для того, чтобы можно было работать со всякими фиксированными редакторами, у которых не меняется ширина, и совершенно спокойно переносить строчку. Помните, в питоне для переноса строчки там ставится бэкслэш, и мы начинаем писать на следующей строке. Вот в ПО-файле для переноса строчки вы закрываете кавычку, где хотите, и начинаете писать на следующей строке. Вот это перевод строки, и эти строчки, соответственно, разные. А вот это перевода строки нету, и, собственно, строчка продолжается истить. Ну так вот, вот это вот все описывает на некотором сиподобном языке тот правило, по которому выбирается одна из трех множественных форм. Вот мы пишем, что их три. Мы пишем, что в случае, если остаток отделения равен единице, и это не кратно 11, то это будет единственное число, plural. Если остаток отделения на 10 от 2 до 4, то это будет немножко объектов, ну и, понятно, не 12, да, остаток отделения на 10, вернее, на 100 не кратно 12, не меньше 10, вот, или больше 20, понятно, да, чтобы дюжина и там 13-14 исключить. Это будет немного объектов. Во всех остальных случаях это много объектов, да, один, дальше два, три, четыре, и дальше много. Вот, так устроены множественные формы на русском языке. Вот, собственно, вдаваться в особенности этого описания не надо, потому что оно уже за нас сделано, его уже сгенерировали. То, что вам пришлось бы делать руками, если бы вы не воспользовались МСГ и НИТом. Вот. Как это делается с точки зрения программы? Тут нам надо чуть-чуть поработать, потому что у нас в программе вот эти метры, они прибиты гвоздиками, а нам надо их будет менять. Давайте для начала напишем вот здесь вот, там, где мы меняем эти метры, что-то типа, так, значит, во-первых, нам нужно сказать, что какой-то MLabel это вот эти самые метры и MLabel.grid, вот. А то тут даже объект не заведен для них. И здесь, допустим, что-то типа MLabel текст равняется стр от вау. А, метр равняется, сейчас скажу, meters.get .get Ну ладно, пока так. Посмотрим, что получится. Ну вот. Мы просто перескопировали это вот сюда, да. То есть теперь мы каждый раз, когда у нас вычисляется эта картинка, у нас обновляется вот этот лейбл. Теперь нам надо сюда вставить этот самый множественную форму, да. Значит, давайте мы для начала сделаем так. Допустим, сплит по точке нулевое. Это у нас получится 7 метров. Да? 7 3 Понятно. Вот. Вот это вот число, преобразуем его в целое, и так, это закомментируем пока. Итак, нам что нужно сделать? Нам нужно вычислить целое число метров, чтобы понять, какую множественную форму к ним прибавлять. Ну вот мы уже почти его вычислили. А, это уже не meters. Ну хорошо, m равняется int вот этой всей безобразии. Вот целое число. Теперь мы должны вставить plural форм. Значит, чтобы его вставить, мы должны вот этому инсталлу сказать, чтобы он нам сгенерировал не только не только функцию подчеркивания для перевода, но и еще одну функцию, которая называется ngetText, number getText, getText, который будет числовые формы нам передавать. пишется это, кажется, так. Names. Names. И дальше тюпль, в котором мы говорим, что мы еще хотим от него поиметь. Как-то вот так. Боюсь соврать. Но, по-моему, так. Да, ничего не изменилось, все хорошо. Теперь мы должны вызвать этот ngetText вот здесь. ngetText, ngetText, который нам будет выдавать в случае английского языка две формы. Мы говорим первый параметр у нее и второй параметр и n. По-моему, так. Сейчас. И сделать что там mlabel точка точка текста, да, mlabel mlabel текст равняется ms. Как-то так. Ну-ка. 71 Я хочу, чтобы был один. О! Один метр. Вот. Ноль метров. Ноль метров, да? Один метр. Два метра. Видите, да? Окей. Значит, это у нас заработал plural forms для английского языка. Но нам нужно, чтобы заработал для русского. А чтобы он заработал для русского, нам нужно переединить горшочек. Обратите внимание, что мы тут вставили еще формочки. Я очень надеюсь, что нам не нужно их вот здесь вот оборачивать ни во что. Сейчас проверим. Сейчас. Нет. Что там было-то? GetText. По GetText, да? Не нашел. А вот это я уже не помню, как делается. Сейчас. Погодите. Вот до этого места я не доходил. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим документацию. Значит, у нас совсем немножко времени. Я бы хотел все-таки, чтобы оно у нас заработало. И на этом я вас отпущу. А одну сложную, еще одну волшебную штуку для работы с, ну, видимо, оставлю тогда на конспект лекции, который я доделаю. Значит, это все понятно. Непонятно, откуда они в горшочек возьмутся. Мы, конечно, можем пальцем туда прибить. Ну, давайте попробуем сделать так, как у них написано. Так, у нас кончается время, да? У нас кончается время. Давайте тогда вот что сделаем. Давайте мы сейчас попробуем сделать как у них написано, но я не думаю, что это поможет. А если это не поможет, мы тогда оставим это мне на домашнее задание, я за сегодня это сделаю и положу тогда в конспект. Но чтобы нас не задерживалось. Давайте сейчас проверим. Так, не получилось. Окей, давайте тогда вот что сделаем. Поскольку время наше вышло, у нас осталось две небольшие темы. Я скажу сейчас, покажу сейчас на примере, как это должно было выглядеть. А реальный пример вот с нашим домашним заданием я сделал. Значит, смотрите, где-то тут, где-то тут должна быть ссылка на лекции 15-го года, и там есть ссылка на репозиторий, в котором уже вся эта работа проделана. В результате PFL, значит, нет, сначала текст. В результате текст программы выглядит вот так. Возможно, надо было вот так сделать еще. Слушайте, давайте проверим. Ну, интересно же. не, не помогло. Не помогло. жалко. Значит, ну ладно, в результате текст программы выглядит вот так, вот применение NGT текста. Плохо видно, сейчас сделаю погромче. Вот. NGT текст, единственное число, множественное число, число, которое должно получившееся выражение, ну и дальше это второй питон, здесь еще приходится точка формата. использовать. Вот. PO-файл как выглядит? PO-файл под это место выглядит вот так. О! Он должен сгенерировать два варианта, MSGID и MSGID Plural, то есть единственное число, и Plural множественное число, и сообразно настройки Plural Forms для нашего языка, указанных в Plural Forms, три варианта сообщения. Для одного числа, для небольшого количества чисел и для большого количества чисел. Вот. Значит, возможно, питоний скрипт это не умеет, и надо было просто пользоваться этим самым Git-текстом. Ну, в общем, вот. После того, как вот эта штука сделана, у вас Git-текст видя, ну, что с видя, вы же вызываете этот самый NGIT-текст из исходного кода программы, где он тут? Вот. Вызов этого NGIT-текста, где он? Вот он. Вызов этого NGIT-текста с двумя формами, упрется в тот перевод, в котором будет три формы, и в результате здесь вылезет одна из трех нужных форм, вычисленная на основании вот этого счетчика. Значит, все это я сделаю, ну, видимо, сегодня в ночь в примере в нашем репозитории тестовом, там будет просто отдельная ветка, от которой я сейчас клонировался. Вот. И последнее, что хочется сказать, что мы совсем не успели, это как работать с изменяющимися переводами. На самом деле, там ничего сложного нету. Вот. Надо просто знать две вещи. Вещь первая. Вот у нас изменился наш горшочек. Где он тут? А, его нету. Да. Значит, изменился наш горшочек. После того, как мы изменили исходный текст, в нашем горшочке появилось что-то еще в подфайле. Вот. Мы берем и с помощью программы MSG Merge сливаем, значит, у нее два параметра. старый перевод, новый горшок. Он берет те сообщения, которые нужно перевести из-под файла, смотрит, что уже было переведено в ПО-файле и выдает на стандартный вывод новый вариант перевода. Таким образом, происходит слияние старого перевода и нового варианта требуемого перевода. Дальше вы что-то с этим делаете и работаете. Это первое, что надо знать. Второе, что надо знать, что у геттекста, конкретного MSG Merge, есть мозг. Этот мозг умеет делать две вещи. Первое, он умеет находить в старых переводах похожие сообщеньки. Не такие, как сейчас, но похожие. В случае, если он нашел похожую сообщеньку, в генерированном переводе появляется как бы перевод, но помеченный в комментарии словом фазе. Я это тоже напишу, потому что это довольно важно, хотя это уже такой, ну, процесс чуть более глубокий. Вот. Фазе перевода при компиляции MSG FMT не попадают в результат. И у вас будет все на английском. Если ваш перевод помечен как в фазе, результат будет непереведенным. Вы должны сами посмотреть на фазе перевод, увидеть, что он действительно такой, как надо, убрать комментарий, что он в фазе, и тогда все сразу заработает. И вторая вещь, которую умеет мозг MSG Merge, это тот факт, что можно использовать так называемый translation memory или компендиум. Где он тут? Вот, минус С. Компендиум или translation memory, это просто большой-большой PO-файл, в котором свалены все возможные переводы. Зачем переводить что-то много раз, одно и то-то, зачем производить много раз словосочетание файл not found? Если в соседних файлах вы это уже делали. Что еще хуже, зачем переводить одно и то-же словосочетание, по-разному. В одном месте файл не найден, а в другом месте не знаю. Не нашел файл, еще что-нибудь. Лучше, чтобы переводы одинаковых словосочетаний были одинаковыми. Для этого используется translation memory еще раз, это просто PO-файл, в котором свалены все сообщения с помощью, кажется, называется MSGCAD, MSGCAD. Да, с помощью территории MSGCAD. Что-то еще не сказал. А, да, и нет, что-то важное не сказал, сейчас скажу и закончу. Translation memory. Фазе, фазе я сказал. Ну, видимо, что-то важное я забыл, но когда буду писать вот эту вот часть, я, наверное, вспомню. Вот. Нет, не помню. Ладно, бог с ним. Тогда, значит, не очень важно. Все, значит, домашнее задание, и это, собственно, предпоследнее домашнее задание по нашему семестровому проекту состоит в том, чтобы написать, обмазать наш, наш, обмазать наш проект переводами. Причем одним коммитом обмазать его гиттекстовым подчеркиванием, следующим коммитом, допустим, сгенерировать по файлу и насылать туда переводы, и еще подумать над множественными числами, если таковые появятся. Это предпоследнее из требований, которое будет по семестровому проекту. Последнее требование, это будет все-таки документирование, которое мы не обсудили по-человечески. в следующий раз у нас тогда документирование и в следующий раз это будет уже, видимо, последняя лекция, какой-то вариант диплоймента. Вот. Да, конечно, вопросы. Да, вот давайте теперь, спасибо, давайте теперь определим, когда у нас следующее занятие. Значит, что у нас с четвергами? Второе мае это не занятие, третье, девятое мае не занятие, шестнадцатого обоньки, а двадцать третье тоже зачетная сессия. Да? Таким образом, у нас двадцать третьего занятия быть не может формально. И у нас диплоймент просто пропадает. Окей, из этого следует, что у нас, ну тут просто выпало сразу два, да, второй тоже не рабочий, естественно. Тогда у нас остается последнее занятие шестнадцатого. Я постараюсь на нем по-быстрому рассказать сколько смогу. Вот. Но если не будет диплом, значит, его не будет. Ну что делать? Не влезли. Окей, спасибо за подсказку. Действительно, у нас нет второго занятия. А скажите мне, пожалуйста, такая же ситуация ли у нас с ассемблером? Третья тоже не рабочая? Ну никто не может сделать третью рабочим. Не третий, не десятый. Правильно я понимаю? Но меня не будет десятого, скорее всего, да. Таким образом, у нас осталась сегодняшняя лекция предпоследней. Окей, понятно, спасибо. Я еще вопросы вот по этой теме. Значит, еще раз, про множественные формы и про работу с фазепереводами я напишу кусочек текста. плагин для Вима вообще ничего, а, нет, не сохраняет, то есть такие бэкапы назад. Нет, нет, он нужен для того, чтобы обновлять шапку. Больше не для чего, по-моему. Он нужен для того, чтобы обновлять шапку, только не под, а по. сейчас покажу. Он нужен для того, чтобы, видите, и для того, чтобы можно было двигаться, например, в случае, когда вы переводите по непереведенным или по фазе сообщениям. Там есть клавиатурные шорткаты, чтобы ходить по фазе сообщениям, когда вы их проверяете, чтобы ходить по непереведенным сообщениям и чтобы убирать, скажем, метку фазе, если вы, допустим, отредактировали фазу сообщения. Ну, короче, вот это. А с вот этими он не работает. Но, смотрите, старый перевод, ну, давайте, блин, время выходит. Давайте вот что сделаем. Давайте сделаем вот так. где-нибудь сделаем вот такую штуку. Вот. Новый перевод. Делаем MSG Merge. Сейчас. Какой там у нас? Господи, длинный какой. ПО под, значит, MSG Merge ру точка по ап точка под. Не узнал. Слишком, слишком разные эти самые. Хе-хе-хе-хе. Вот так сделаем. Вот так-то он узнает. О! Что я сделал? Я исправил метерс, большую букву на маленькую. MSG Merge проявил мозг и сказал, слушайте, похожая сообщенька была. Вот она. Но абсолютно неправильно предсказал ее перевод. Он говорит, слушайте, похожая сообщенька была, наверное, это слово метров. да, нет. Мы говорим, вообще говоря, нет, ну хорошо, спасибо за напоминание. Такой перевод из-за вот этого комментария применен не будет. Но если мы этот комментарий уберем, то это метров полезет в перевод нашего заголовка. Мы можем тут поменять на что-то важное, вот здесь убрать. Обратите внимание, что Вим еще и раскрасил другим цветом фазе сообщения красненьким. вот для чего нужно вся эта катавазия. Так что вот, я даже немножко показал про фази. Еще вопросы? Все, я и так выжрал много времени. Значит, в следующий раз мы заканчиваем. делайте все майские праздники на семестровый проект. Я попробую за майские сделать конспект будущей лекции по документированию, потому что какое-то документирование от вас требуется, хоть какое-нибудь. И мы как бы его оффлайн прочитаем, а к тому моменту, когда наступит все, наступит какой-то там мая, уже все можно будет сдавать. Те из вас, которым нужно сдавать раньше, ускорьтесь, пожалуйста, вас. Вам осталось сделать только перевод, видимо, документирование от вас не потребуется. Ну, потому что что делать? Все. Всем спасибо, извините за задержку.